В общем, да, друзья, приветствую всех, мы продолжаем разбирать турнир UFC Fight Night 185, я лишь напомню, что состоится он в ночь в субботу и на воскресенье, уже на этих выходных, и в сегодняшнем выпуске мы разберем поединок, который пройдет в средней весовой категории, встретятся Фил Хоус против Насурдина и Мамова. В общем, как всегда, мы поговорим о бойцах, быстренько пробежимся по их карьерам, ну и, конечно же, в конце этого выпуска подыщем неплохой вариант доставки, да, кстати, что касается ставок, то ссылочку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео, обязательно туда заходите, потому что именно в своем телеграм-канале я публикую скриншоты всех своих ставок в бесплатном доступе, поэтому впредь, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, ну а мы начинаем разбор, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Мирового лидера MMA от UFC на претендентскую серию Данного Уайт, тогда он не смог туда приехать по определенным причинам, но все равно получил тот самый долгожданный контракт с UFC. В общем-то, дебют UFC у него задался, там он смог победить иногда сам решением судей своего соперника, есть там небольшой момент такой интересный, для тех, кто не в курсе, соперник в дебюте у Иманова, да, был, точнее, вышел на суперкоротком уведомлении буквально за неделю, и, в принципе, показал конкурентный бой до первого раунда, в принципе, да, во втором и в третьем раунде Насурдин перехватил инициативу, так как по кардио, по функционалке его соперник под силой, естественно, чего смог победить и решением судить. В общем, что касается его бойцовских качеств, этот боец умеет все, причем во всех аспектах, да, в принципе, я бы не сказал, что его можно назвать каким-то ярко выраженным, там, хорошим борцом, в принципе, при желании может он перевести своего соперника, но все зависит от уровня, на каком уровне конкретно, допустим, в борьбе находится его оппонент. В принципе, в дебюте, да, своего соперника у него не получалось как таково переводить, что касается стойки, то, в принципе, можно его назвать вообще базовым ударником, да, но никаких каких-то серьезных, да, ударных, какой-то серьезной, точнее, да, ударной техники в своих боях он не демонстрирует. Что касательно его кардио, то здесь есть уже определенные вопросы, потому что сам в дебюте, в третьем раунде он уже так неплохо подсел, учитывая то, что поединок носил, скажем так, не какой-то там предмаксимальный характер, да, именно темп, бойцы в основном работали в таком среднем темпе. Фил Хоус является базовым борцом еще со времен колледжа, да, он занимался вольной борьбой, причем он показывал очень хорошие результаты, в общем, решил попробовать. себя как боец смешанного стиля, и, в принципе, у него это получается довольно-таки неплохо. В общем-то, получил он также приглашение на претендентскую серию Дауна Вайт, там, к сожалению, для него он проиграл, поскитался по другим различным второсотным организациям, провел один поединок под баннером Беллатора, там смог одержать победу. В общем, долгожданная вторая попытка на претендентской серии, там он выиграл, ну, просто каким-то злющим нокаутом, одержал победу, дебютировал в UFC, также успел нокаутировать своего соперника. В общем, что касается его бойцовских качеств, то по своей базе он является борцом больного стиля, тренируется, кстати, он вместе с Гилбертом Бёрнсом, также Майкл Чендер, то есть вы понимаете, да, что действительно его спарринг-партнеры это топовые бойцы. Что касается его стойки, то видно, как он сильно спрогрессировал в этом АС-5 и как он подтянул удар, да и вообще его рекорд, да, 7 побед из 9 были добыты именно нокаутами. Это говорит о том, что огневая мощь, нокаутирующая мощь в его пушках присутствует. Единственный вопрос, который остается открытым для меня, это его функциональная составляющая, потому что он не доходил в своих боях до третьего раунда и как он будет чувствовать себя там, остается лишь только гадать, но, как показывают его бои, порой ему этого просто не нужно и в первом-втором раунде он готов финишировать своих оппонентов. В общем-то, друзья, переходим и к прогнозу на этот поединок, и букмекеры не смогли выявить фаворита. В общем, коэффициенты примерно одинаковые, 1,9 и 1,9. В общем, я здесь в этом поединке газую за Фил Хоуз, я считаю, что у него больше шансов для того, чтобы одержать победу. Во-первых, если мы говорим о стойке, то видно, как Фил Хоуз смог в ней спрогрессировать, и я думаю, что его злющие панчи могут сделать свое дело, и он вполне возможно может даже на ногах оформить. Что касается его борцовских навыков, то есть здесь, как я уже говорил, база вольная борьба при желании может, в принципе, практически в любой момент перевести своего соперника, учитывая то, с какими тиграми он тренируется. То есть все его соперники, тот же Чендлер, тот же Гилберт Бёрдс, это бойцы, уровень борьбы, который находится на высочайшем уровне, я думаю, здесь никаких вопросов, в принципе, быть не может. Есть ли вопрос, который, как я уже сказал, это функциональная составляющая, но я думаю, что Фил Хоуз прекрасно понимает, что, возможно, поединок затянется, и в этом аспекте, точнее, этот аспект необходимо прокачивать. В общем, ребят, мой выбор, это победа Фил Хоуза, и естественно, вы можете со мной не согласиться, поэтому погнали в комментарии, давайте обсудим этот поединок именно там. Я же вынужден с вами попрощаться, но напомню, чтобы вы не забывали подписываться на мой YouTube-канал, также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем пока и хорошего дня!